Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня воскресенье, изумительный день, какой-то 9, кажется, января. Изумительный день, но вообще каждый день изумительный, потому что его создал Господь. Вот я сегодня утром проснулась, мой муж, кстати, в церкви, в церкви католическое на служении, потому что протестантские служения, они попозже. Вот чем мне очень нравятся православные служения, ну, здесь нету православной церкви, и вот католические придерживаются того же принципа, у них служение рано. Православные еще раньше, самые ранние вот служения. Протестантские там поспать можно, прийти, попеть. Я не хочу, я вам говорю, потому что я там была, ну так это. В общем, у Данила, ему на 11 или на 12 у него футбол, значит, чтобы не пропускать служение, мой муж сегодня пошел не в протестантскую церковь, а вот, а в католическую. Так я сегодня утром проснулась и открываю Фейсбук, и там у меня, ну, я слежу за несколькими сайтами христианскими. Так вот, сегодняшний день, сегодня день святого Стефана. Имя моего мужа Стивен, но по Библии это именно тот Стефан, вот тот святой Стефан. Вы знаете, я сегодня вот, там такая картинка, я поставлю себе, и икона вот святого Стефана, и его биография написана. Так вот, что я знала раньше? Раньше я знала, что он проповедовал Христа, и его забили камнями, и присутствовал апостол Павел, но он еще не был апостолом Павел, он еще был Салом. Сегодня, вот я еще раз перечитала, знаете, это называется повторение мать-учения, что вот с первого раза может и не дойти, и не со второго. Смотрите, вот я занимаюсь тесно вопросами религии, веры с 2005 года, вот очень тесно. И у нас сейчас 2022, смотрите, вот только я разузнала. И причем самые глубокие вот корни пустили, это именно когда я перешла в православие. Возьмешь икону православную, вот рождественская икона, да, Рождество, И там целая картина, сразу видно, вот у святых нимбы Пресвятая Богородица, там ребеночек родился, и у Иосифа тоже вот этот вот, ну, нимб святой. И причем Иосиф там, пожилой мужчина, вот на иконе православной, никогда. Для меня это было шоком. Знаете, где я это разобралась? В Лувре. Да серьезно. Иосиф и Иисус, там картина есть, ой, забыла фамилию автора. Раньше я тоже на нее как-то натыкалась. Вы знаете, ну, картин же огромное множество, но почему-то это мне было в голову. Почему вот, что это за картина? И Иисусу там где-то, ну, лет 10-9-12, я покажу эту, у меня есть такая вот книжечка про Лувр. И Иосиф, пожилой мужчина. И для меня это было шоком. Там еще, вот возьмете православную икону, Пресвятая Богородица с нимбом. У протестантов, ну, простите меня, но это их верование. Я сама там была. Для них Мария, вот, обычная, в таком плане обычная женщина. Ну, Господи, прости меня, я тоже такое говорила и очень каюсь за это. Но это видение именно, я просто говорю, что это видение протестантов. И вот про корни глубокие, вот про Стефана, мой муж Стефан, да, вот, смотрите, вот написано, вот на этой, вот я поставлю эту картинку на страницу, и там, конечно, детальнее. Я вам вкратце расскажу о Стефан, апостол из семидесяти. Вот вы читаете Библию. Когда вы повторяете, вот, допустим, Иоанн, он не просто апостол, да, а апостол из двенадцати. Так же самое Стефан, вот я думала, что он молодой человек, ну, вот у протестантов я узнала. Я долгие годы ходила в церковь, его слушала очень внимательно. Вот и три года с 2005 до 2008, ну, вот в церкви Гамова в Одессе, изумительные лекции, но вот той глубины всё равно не... Ну, там, вы простите меня, я очень много узнала за Ветхий Завет, я вообще ни о чём не жалею. Я это только вот приобрела, приобрела очень, очень много там именно знаний. Смотрите, теперь вот про Стефана. Стефан апостол из семидесяти, вот были из двенадцати, а были из семидесяти. И я не знала, что он был диакон, причём он был старшим диаконом. Вот диакон в церкви особая такая вот должность. У меня по жизни получилось, вот, это связано с моим старшим сыном, два раза получились такие вот истории, я ещё не знаю, каким образом это преподнести, в общем, истории, где мужчины, где отцы семейства были диаконами. Почему я так обращаю внимание, ну, вот именно на диакона, какая ответственность? Это не просто ваша специальность по жизни, а по жизни вы можете заниматься чем-то другим, а это настолько ответственность. Вот Иуда Искариот, он не просто, вот, он стал предателем, а вообще он собирал, он был, он собирал вот деньги, он деньги носил, вот, и все эти пожертвования он носил, то есть он был как бы казначеем вот в таком плане. Он был с деньгами. Это огромная ответственность. И в Библии, именно в Новом Завете, я не помню, какое место, надо будет, ай, гугл, спросить, там чёткие указания, вот, и диакону быть в церкви только, муж одной жены, да-да-да. Что это значит? Если не у всех же, ну, вот, бывают иногда вот такие вот, знаете, отношения входят в тупик, и вот просто, ну, вот бомба, если внутри отношений между мужем и женой, это скрыть невозможно. Вообще-то в Библии очень чёткий есть пример в Новом Завете, когда замыслили диакон и его жена, там, насчёт денег, вот, там, воровство, то один из апостолов там это вскрыл, и, в общем, те пали замертво. Это просто к тому, что настолько это ответственно, ответственно. Все мы люди, и вот иногда, знаете, ну, здесь как бы двойная ответственность, вот. Даже если мы все люди, ну, ничего нету тайного, что не стало бы явным. Вот я к тому, и сшила в мешка не утаишь, и это нужно всем помнить, вот, всем помнить. Так вот, я ещё говорила, что Стив у меня не диакон, да, он реально не диакон, но вот имя у него после святого вот Стефана, который оказался был верховным, этим вот старшим диаконом там в церкви, да, он был молодым, очень красноречивым, он проповедовал Христа, и фарисеи его возненавидели и забили камнями. Вот, и разверзлись небеса, и он увидел Иисуса. Вот эти вот все детали очень важные, очень важные. И человек по имени Саввл, молодой, держал в это время, вот когда фарисеи забивали Стефана, один человек одержал их вот эти вот, верхнюю одежду. Так вот, это был именно тот Саввл, который со временем станет апостолом Павлом. Так вот, очень важно знать апостолы из каких там, апостолы Иисуса из 12, апостолы Иисуса из 70. Вот это вроде бы, вроде бы такая деталь, знаете, это важнейшая деталь. Важнейшая деталь, которую надо знать. Например, как вот, кто был первым апостолом? Если человек, ей сама не знала, а знаете, потом, когда в православие перешагает, говорит, а как вы не знаете, как вы не знаете, если в православии, даже не надо было там великим православным, этим вот следователем быть, Андрей Первозванный. Первозванный, Андрей, апостол Андрей был первым. И вот, куда он ходил? Вот эти вот интересоваться именно историческими фактами. То есть, ведь воскресенье, они не просто так. Воскресенье, они, особенно люди, которые называют себя христианами, а дать Христу выбереть это время, которое провести Господом. И вот я там проповедую, сейчас я хочу поставить там вторую и третью часть. Вот почему вот эти книги, потому что я уверена, вот уверена, знаете, если заниматься с ребёнком вот такой вот литературой, я, смотрите, я помню это себя с двух лет, я читать большие книги, как у меня получилось с чтением, когда меня мать привезла вот в шесть лет, я, ой, быстро там всё началось, где-то в семь лет, когда я сама вот пошла в школу, и я сама не читала книги, я совсем не читала книги, я умела писать, я же маме писала эти вот письма в Сибирь. Я всё время отчитывалась, не помню ни одного письма, чтобы она мне написала, поэтому у меня и сомнения. Ну вот сейчас я переговорила, допустим, с моей... Не вот сейчас, а в прошлый год я беседовала с Мариной, и она сказала, что были сплетни по нашему двору, потому что мать была на лечении в это время психиатрической больницы, поэтому никто из... Так, 10.52, сейчас я поставлю вторую часть про апостола Стефана.